Это не вода, это фекалии, которые со второго этажа, а вот, кстати, вот посмотрите, вот прям капает, льется там, вот, которые со второго этажа текут, вот теть Маша, она подставляет тазик. Если я вовремя тазики не вылью, то уже все вот течет, вот кругом течет. И здесь, ну я сколько раз уже ремонт делала. У нее на кухне не всегда приятный запах. Мария Александровна рассказывает, последние несколько лет с потолка льется канализация. Полы в доме, что на родищево, прогнили. Периодически я залазиваю из тазиков, выливаю эти фекалии. Вот сюда в ванную выливаю. Залазиваю и выливаю периодически, потому что переполняется и льется мне сюда в посуду. То, что я готовлю, все туда. Месяц назад двухэтажка частично обрушилась. Тяжести снега не выдержала крыша и стена здания. Кирпичный фасад упал. После этого в доме произошло еще несколько обрушений, говорят жильцы. Газ им отрезали, теперь греются печками и электричеством. Правда, проводка старая. Боятся, что не выдержат. На благо ребенок ходит в садик. Я работаю пока что, пока не в декрете. Половина дня нас дома не бывает. Единственное, что в плюсе. А вечером уже приходишь с работы, уже страшно. Особенно, когда муж на работе. Вдвоем с ребенком находиться опасно. У соседей та же история. В этой квартире едва не сложились стены. Рабочие закрепили их металлическими балками. Людям в спешке пришлось покинуть жилище. Бросили всю технику, одежду и мебель. Съехали на квартиру. Вот сейчас вот пнешь, будет дыра. Вот это вот на самом деле, видишь, какая выпуклость уже все. Я объясню, почему это страшно. Потому что фундамент размыло. У нас грунтовые воды. И тот фундамент, который был под этой квартирой, он уже давно исчерпал себя. Мы поставили деревянные доски, на которых вот в данный момент стоит этот пол. В администрации о проблемном доме знают. Говорят, до следующей зимы должны расселить. Но это не точно. Не могут убрать чиновники из овалы рядом с двухэтажкой. Рабочие боятся, что здание рухнет. Да и сносить его нельзя. Постройка является памятником архитектуры. По законодательству сносить памятники запрещено. Они подлежат только реконструкции. На сегодняшний момент наша задача расселить оттуда людей. После этого уже будут какие-то решения по поводу дальнейшей судьбы этого дома. Может быть найдется какой-то инвестор, который вложится, отреставрирует его и продолжит какую-то деятельность осуществлять в этом доме. Дом построили еще в 19 веке. Здесь жил царский генерал Антон Деникин. Его квартира пострадала меньше всего. На стенах лишь трещины. Иконы над дверью помогли, говорят жильцы. На Всевышнего здесь только и надеются. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24.